Премьер также заверил, что подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону идет полным ходом и он пройдет стабильно, но тем не менее от централизированного отопления уже начали отключать населенные пункты, детские сады, школы и больницы. Под угрозой остаться без магистральной трубы оказались и многоквартирные дома. В чем же причина? Давайте узнаем. Жители Покатиловки обсуждают новость, которая их повергла в шок. Котельные, обеспечивавшие теплом поселок, уже закрылись. Будущей зимой топить не будут. Жителям предлагают перейти на автономное отопление. Нас просто поставили перед фактом, что тепловые сети не смогут больше обслуживать наш поселок. У нас тариф по поселку 46 гривен был в этот отопительный сезон. Люди перестали платить. Оплата всего лишь 8%. Люди уже подсчитали, во сколько им обойдется индивидуальное тепло. Нужно купить, поставить двухконтурный котел. По двухконтурный котел старые батареи не пойдут заменять. Замена полностью батареи. Документация плюс работа. По нашим подсчетам это где-то в районе 45-50 тысяч гривен. Вот это взять откуда-то и сделать, чтобы в следующей зиме у тебя дома тепло было. Но таких денег у людей попросту нет. Даже если взять кредит, возвращать его пенсионерам нечем. Как я их верну? За что? Чем я должна буду платить? Мы здесь все. Вот у нас дом вот этот вот. Одни пенсионеры. Откуда они могут взять? Откуда? Татьяна Кудрицкая показывает свою сырую квартиру на первом этаже. Женщина разводит руками. Заменить отопление самостоятельно она не в силах. Как хотите, так и отапливайтесь. Я не знаю, что это будет вообще. Это будет, ну все попадает, я не знаю, подсырить, грибок. Откуда взялись долги, люди не знают. Показывают свои платежки. Долгов перед теплосетями нет. Месяц, месяц, да, я оплачиваю на все счета. Подобная картина по всей стране. Тепловики объясняют. Этой зимой нафтогаз, нарушая постановление Кабмина, два месяца затягивал выделение лимитов. Теплокоммунэнерго не могли отключать жилые кварталы и инфраструктуру в мороз. Исправно топили. А через два месяца получили от нафтогаза завышенный в несколько раз счета с учетом штрафных санкций. Так было, к примеру, в Ивано-Франковской области. Споживание газа было порядка на 20 миллионов гривен. После того, как лимиты не выделены, эта сумма перерастает, в связи с коэффициентами, с использованием рынкового ценного газа, перерастает в 50 миллионов гривен. Таких костей, конечно, в нашей компании нет. И впечатление такое, что в НАКО есть права, а в теплопостачальных организациях есть просто обязанности. В разных городах то и дело вспыхивают акции протеста. Недавно против закрытия котельных протестовали в Лубнах Полтавской области. Погасить миллионы долги перед нафтогазом тепловики не в состоянии. А пострадают от желания монополистов из нафтогаза получить сверхприбыли жители города и поселков, которые следующую зиму встретят, вероятно, с холодными батареями. Ольга Иванченко, Юрий Красновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьковская область.